Здравствуйте! Это Русский Космос. И сегодня гость нашей студии Владимир Николаевич Гаврин, российский физик, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий лабораторией Галли Германиева Нейтринного телескопа Баксанской нейтринной лаборатории, доктор физико-математических наук, специалист в области экспериментальной ядерной физики, один из создателей Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований Российской Академии Наук. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте, Алексей! Владимир Николаевич, давайте начнем сразу с сенсации. Буквально несколько месяцев назад в средствах массовой информации прозвучало сенсационное сообщение о том, что с помощью новейшей техники была измерена скорость нейтрина, путешествующего через земную твердь из большого адронного коллайдера навстречу гигантскому 4000-тонному детектору, который расположен в недрах скалы Гран-Сосо, и эта скорость превысила скорость света. Правда, потом это открытие было опровергнуто. И все же, насколько подобное возможно? Ведь, согласно теории Эйнштейна, ни одна из частиц не может превышать скорость света, иначе стандартную модель придется радикально пересматривать. Ну, вы, конечно, нашли момент, когда нейтрина очередной раз возмутила спокойствие научной общественности. Это действительно был интересный очень эпизод в истории исследования нейтрина, когда исследователи столкнулись с таким неожиданным результатом. Этот результат был выставлен на общественное обсуждение. И, конечно, реакция была очень бурная. Эффект этот был озвучен не сразу. Исследователи потратили достаточно много времени, воспроизводя его многократно, и не находя ошибки в своем, вот вынесли так вот обсуждать. И мне кажется, что это было сделано правильно, хотя существует мнение, что они поторопились, и надо было бы проводить дальнейшие исследования. В моем представлении это было правильно, это резко оживило очень людей, вовлеченные вообще в нейтриенную физику. Большая часть откликнувшихся физиков искала техническую причину. Он действительно выглядел очень впечатляюще, потому что превышение найденной скорости на скорость светов в шесть раз превышало ошибку измерения. Надо сказать, что измерения, конечно, удивительно тонкие, очень сложные, включающие массу и техники, и самых современных программ. Мы знаем три нейтрина трех ароматов, это электроны, милонные, тау-нейтрины, и они могут не сохранять свой аромат, а в процессе своего продвижения менять его. Менять, естественно, не просто так, а по определенным законам. Нейтрины сейчас рассматриваются как абсолютно новые, удивительно многообещающие явления, как инструмент, который будет использован для исследования космических объектов и нашей свадьбы Земли. Поэтому, как оно меняется, и в зависимости от чего, это очень важно для интерпретации результатов, которые вы получаете в своих измерениях, приходящих нейтринах. Ускорители имеют дело с ускорением практически всех элементарных частиц до очень высоких энергий, и никогда ни в одном эксперименте, за исключением вот этого, которое мы с вами обсудили, не наблюдалось частицы со скоростью, превышаясь скорость света. Тем не менее, давайте, сейчас развивается такая идея, что могут существовать частицы, которые могут двигаться, превышаясь скорость света. Так называемые тахионы. Для этого надо ввести в модель, стандартную модель, дополнительные члены, которые бы имели возможность рождать частицы уже сразу, со скоростью, превышаясь скорость света. Если вы имеете дело с частицами, движущимися быстрее скорость света, вы сталкиваетесь с другой проблемой, так называемой причиной-следственной проблемы. Вы нарушаете причинно-следственную связь, ну, как это, на основе этого делаются замечательные фильмы, ужасно интригующие, как люди из будущего привлекают к нам в прошлое, чтобы исправить то, что у них там в будущем не так. На самом деле, конечно, это не имеет никакого отношения к действительности, и вводя тахионы, вы должны придумать, как не нарушить при этом причинно-следственную связь. Они летят к нам из дальних уголков Вселенной, особенно много от Солнца. Нейтрины несут в себе информацию о строении светила, тайнах возникновения галактики и черных дырах. Мощный и бесконечный поток. Более ста триллионов этих неуловимых частиц пронизывают каждого из нас ежесекундно. Ее называют частицы-призрак. Нейтрина – одна из основных частиц, которые присутствуют в космосе в достаточно больших количествах. И спускается любыми звездами, поскольку процессы горения сопровождаются излучением нейтрина. Нейтрина – одна из самых больших загадок космоса. Необычны и методы ее изучения. Главный Кавказский хребет. Ущелье реки Баксан. Здесь, глубоко под горой, уже почти 40 лет изучают нейтрина. То есть это была некая частица, которую невозможно было увидеть, но которая оставляла след. А значит, она есть. Что такое нейтрина? Паули не просто так взял и придумал нейтрина. Отсутствие нейтрина вызывало очень большое беспокойство у физиков, которые имели дело с материальными объектами. Вы наблюдали процесс, который нарушал главный закон сохранения энергии. И вот бета-процесс у вас, ядро, превращается в другое ядро, выбросив электрон. Вы уже имеете возможность измерить энергию покоя этого ядра, измерить энергию родившего, дочерного ядра, измерить энергию улетевшего электрона. И они должны, сумма улетевшего электрона и дочерного ядра равняться материнскому ядру. Энергии не хватает. Нарушилось то, что вообще было незыблемо. Как быть? Молодой физик Паули сделал то, что не должен делать ни один теоретик. Чтобы спасти вот эту ситуацию, ввел частицу, которая уносит недостающую энергию, имеет такой спин, который позволяет восстановить всю правильную кинематику, но которая очень слабо взаимодействует, настолько слабо, что мы не можем ее зафиксировать своими детекторами. Он добавил, что это не должен делать ни один теоретик, потому что экспедитаторы никогда не смогут ее обнаружить. Прошло время, и вы нашли способ. Паули предложил, и он даже название о ней не придумывал, а ухватился за эту идею великий Ферми, который тут же построил теорию бета-распада. И она настолько хорошо соответствовала всему, что наблюдалось в изучении процесса бета-распада, что нейтрино, не будучи экспериментально подтвержденной, не имея гражданства, она была принята. То есть она абсолютно вписалась в эту модель? Вписалась она. И Ферми дал ей название нейтрино, маленький нейтрон. Она нейтральна, и ей приписывал Паули только гравитационное взаимодействие, либо очень слабое. Паули предложил свою идею в 1933 году, а Бруно Пантекора в 1946 году сказал, да нет вопроса. Почему это мы не можем проверить нейтрино? Конечно, надо взять. Нейтрино рождается в бета-распаде. И надо теперь взять реакцию обратного бета-распада, где оно поглощается. При этом должно образовываться ядро, которое недолго живет. А при распаде мы его увидим. И во-вторых, оно должно быть легко извлекаемое. И масса должна этого вещества быть огромной, потому что нейтрино очень слабое взаимодействие. Вероятность, что оно произойдет, очень маленькая. Поэтому должно быть очень много таких ядер, которые хотели бы захватить. И он сам предложил, какое это должно быть. Это должно быть хлор-37. За эту идею ухватился химик, работающий с физиками. Он сказал, нет вопроса. Я извлеку аргон-37 из многих тонн хлоросодержащего вещества и сосчитаю, сколько образовалось там аргон-37. Для чего? Для того, чтобы узнать правильно мы понимаем, что такое Солнце. Над тем, что такое Солнце, откуда такая энергия, практически неиссякаемая, благодаря которой мы тут живем. Было много споров, что же это могло быть, но все предложенные источники ничего не могли объяснить. Когда, наконец, появилась квантовая механика и ядерная физика, были найдены процессы, которые могли обеспечить очень долгое горение солнечного Солнца вещества, которое выделяет ту энергию, которую мы сейчас получаем. Это термоядерные процессы, в которых сгорают ядра атомов водорода. При этом из четырех атомов водорода образуется гелий, и вылетает два нейтрина, и выделяется энергией 26 МФ. Это очень слабый процесс, и нейтрина как раздается в слабых процессах. Для этого, чтобы видеть взаимодействие нейтрина, надо исключить все другие взаимодействия, которые приводили бы к такому же результату. То есть нужен фильтр. Нужен защита, да. Начит от чего? От космоса. Из космоса на нас очень много всякой информации сыплется, видимо, космических лучей, которые, конечно, могут имитировать за несколько минут то, что нейтрина будет нарабатывать месяцами. Значит, была найдена удобная золотоносная шахта, где удалось сделать чистое помещение. И там был поставлен 600-тонный бак с тертрохлорэтиленом, и из этого хлора четверть, та, которая любит хватать нейтрина. И были предсказания, сколько он должен увидеть на основе стандартной солнечной модели. И первый результат потряс всех. Возникла проблема солнечных нейтрина. Является причиной наше неправильное понимание физики Солнца, либо мы не знаем каких-то свойств нейтрина. И уже до нашего эксперимента Галева, который дал ответ на этот вопрос, Бруно Максимович предложил, а может быть, нейтрина более сложная частица, чем мы думаем, и, может быть, они осцелируют. Почему? Потому что тот хлор, который был в мишени, он может взаимодействовать только с одним сортом нейтрина. Это электронная нейтрина, и которой только электронно рождается в Солнце. И если они, проходя Солнце, и пресекая огромное расстояние от Солнца до Земли, почему-то меняются, то мы их уже в хлоре не увидим. Ответ на этот вопрос мог дать новый эксперимент. Я так понимаю, что именно эти исследования и послужили причиной того, что в Советском Союзе заговорили о необходимости создания своей очень мощной лаборатории, которая потом получила название «Баксанской». Отделение ядерной физики Академии наук, которую возглавлял Моисей Александрович Марков, академик-секретарь, он тогда поднял вопрос, что это очень перспективное направление, что здесь могут быть совершенно неожиданные, совершенно еще непредсказуемые явления, очень важные для понимания и ядерной физики, физико-элементарной частицы и космологии. Было написано обращение, соответствующие тогда органы, которые решали все. Они достучались, и было поставление правительства и решение Политбюро создать подземную лабораторию специально для нейтринных исследований. Дорога к самой высокой вершине Европы – горе Эльбрус. Там, где человек может оказаться выше облаков, кажется трудно чему-либо удивиться. И вдруг вход в тоннель у подножия горы Ангерчи с такой знакомой буквой «М». 1963 год. Из письма в ЦК КПСС академика Мстислава Келтыша. Исследование нейтрино необходимо проводить в ускоренном темпе, поскольку мы отстаем от США. Это диктует необходимость сооружения подземной станции, защищенной скальными породами толщиной около 2000 метров. В конце 60-х при Эльбрусе началось строительство. А буква «М» у входа в обсерваторию – память о метростроевцах, прокладывавших тоннели внутри горы. Это был 1963 год. Я в 1965 году закончил университет, а лаборатория была уже создана. И, конечно, это было такое везение в жизни войти в молодую лабораторию, выглавляемую такими людьми. Первый вопрос был выбор места для лаборатории. Лаборатория должна быть под землей. Либо вы будете делать вертикально вниз шахту, либо вы можете найти гору и делать тоннель горизонтальный. Проходка горизонтального тоннеля в 6 раз дешевле, чем проходка вниз. Поэтому стали искать гору. Конечно, первый взгляд упал на Кавказ. Была делегация туда, отправлена группа, которая исследовала, геологи. И что важно, что порода части гор Кавказа достаточно мягкая и достаточно крепкая. Было очень удачно. Найдена гора, недалеко от города Тернауза, всего там в 20 километрах от Эльбруса. Известное паломничество альпинистов и горнолыжников. Но этот центр, Баксанская нейтринная обсерватория, задумывался как крупный международный центр. Предполагалось, что туда съедутся действительно люди со всех стран, у которых нет подземных помещений. Поэтому вдоль тоннеля, идущей под вершину, предполагалось сделать ряд лабораторий с разными задачами. Планы были грандиозные. И, надо сказать, нам завидовали. Это принципиально первая лаборатория подземная, которая строилась до нейтринной физики. Надо сказать, что до нейтринной физики было очень далеко. Потому что, мало того, чтобы углублялись в гору, вы находились в окружении горных пород, в которых много радиоактивных веществ. И они распадались, будут вам подсвечивать. Поэтому мы искали, чем заэкранироваться от горных пород. Была удивительная, утомительная работа поиска цементов. Были перемены радиоактивных цементов практически всех производителей в Советском Союзе. То есть, фактически получается, что для того, чтобы увидеть нейтрино, надо исключить все. Более того, вы еще должны... Мишень, в которой нейтрино будет рождаться, она должна тоже быть безумно чистой. Главной задачей была дальней лаборатория, которая должна быть под пиком, был галевый эксперимент. Стандартная солнечная модель говорит, что основная часть нейтрино и подавляющая энергия, и рождается в той реакции, где рождается низкоэнергетичная нейтрино. Галей может видеть эти нейтрино. Он видит всю свокупность всех нейтрино сразу. И в том числе те нейтрино, которые рождаются в ПП-реакции, когда два протона сливаются в дейтерий, то выделяется нейтрино низкой энергии. И вот здесь-то выделяется главная энергия. И вот эти нейтрино вносят половину своего вклада в то, что видит галлия. Когда Кузьмину понадобился галлии, когда зашел разговор о боксанской галлиевой лаборатории, задали вопрос, где взять? Во-первых, надо было найти такое количество галлия, а его надо было требовалось для того, чтобы хоть разумно иметь количество взаимодействия, количество атомов Германии 60 тонн. В то время, по моим данным, мировая добыча галлия составляла полтонны. Стоимость его была высокая, но прежде чем запросить это количество, мы должны были уверены, что мы можем это использовать, что мы можем извлечь из галлия, это не аргон, инертный газ, а как вы из химически активного галлия извлечете очень активный химический элемент Германии, разделите и ничего не потеряете. Мы работали на пилотной установке, и мы увидели, мы можем это сделать. Действительно надо было понять, что же происходит. Мы не знаем, как работает солнце, что это такое, 20 век. Конечно, заводы требовали, что да, мы можем, но для этого надо новый цех построить. Мы стали разбираться, вникать в эти процессы, и надо сказать, что мы помогли разработанным методикам, как можно извлекать галлию. В Европе стали создаваться параллельный галливый эксперимент. И тут уже возникло резкое соперничество. Американцы, самое удивительное, не получили финансирования на вот такую работу. Если хотите, коллаборируйте, объединяйтесь, либо с западноевропейской коллаборацией, либо с русскими. И Америка разделилась. Часть ушло работать с немцами и с итальянцами в Гранд-Сассе, а часть Лос-Ауманская лаборатория, это было потрясающе, самая закрытая лаборатория в Америке, она извинила желание работать с ценами. Первый результат же показал, что нитрин не хватает. И для того, чтобы выправить ситуацию, было привлечено предложенное Брун Максимовичем Пантекуре нитрин осциллирует, не все доходят нитрином. Это должно быть мощнейший толчок к новому эксперименту в Канаде на тяжелой воде, который может видеть все три цвета нитрина. Ну, прежде всего, вы обратили внимание, что мы из 60 тонн извлекаем порядка 10 атомов и говорим, ребят, не хватает нитрина. И мы вынуждены были доказывать. Тогда мы должны сделать искусственный источник нейтрина, принести себе под землю, облучить свой, и сказать, мы извлечем столько-то, и извлечь столько. Это будет доказательство того, что наш телескоп работает правильно. И мы развили технологию извлечения истока из металла. И, как выяснилось сейчас, это большая удача. Поселок недалеко от обсерватории тоже называется нейтрина. Утром отсюда к горе Андерчи отправляются научные сотрудники. Вместо коридоров две штольни. Длина этой более 4 километров. С каждой минутой электровоз приближается к центру горы. Первая остановка – лаборатория галлии германиевого нейтринного телескопа. Работа здесь требует особой чистоты и внимательности. В этих реакторах стратегический запас России – 60 тонн металла галлия. Нейтрина отличается от всех других частиц прежде всего тем, что она практически не взаимодействует ни с чем. Одним из исключений является галлия. Они встретили ядро галлия и не могли пройти мимо и привзаимодействовали. В результате этого романа появилось ядро Германия 71-го. После длительной обработки из 60 тонн жидкого металла выделяют атомы Германия. Всего 30 атомов в месяц. Это следы пролетевших через галлии нейтрино. Они в газообразном виде в этом счетчике. Работа ювелирная. В атомах Германия информация о процессах, которые происходят внутри Солнца. Поехали. Следующий пункт назначения – низкофоновая лаборатория глубокого зарегания. Здесь в одной из дальних штолен оборудование геофизиков. Сейчас мы находимся в голой горной выработке, которая находится на расстоянии 4 км от входа в штольню. Здесь, в принципе, из-за этого достаточно жарко. На расстоянии порядка 20 км от этой точки, примерно в этом направлении, находится вулкан Эльбурс. Именно по этой причине геофизики расположили здесь свое оборудование, которое предназначено для того, чтобы наблюдать за изменением магнитного поля Земли, за изменением наклона поверхности относительно центра тяжести и для наблюдения за сейсмической активностью в данном регионе. К последнему пункту нашего путешествия добираемся пешком. 400 метров, и мы в лаборатории другого подземного телескопа – сцинтелляционного. Сооружение объемом 3000 кубических метров, огромный куб, на гранях которого внутри и снаружи расположены регистрирующие устройства. Снимаем 2000 вольт, смотрим, как это выглядит внутри. Частиста, которая пролетает через этот детектор, оставляет в нем энергию, и синтетационные добавки превращают ее в свет. Этот свет улавливает фотоэлектронный умножитель. Здесь, в горе, ученые думают о будущем всего человечества. Когда изучаешь вечность, политика, погода и мирские заботы не так уж и важны. Владимир Николаевич, давайте подведем итог. Итак, создана лаборатория, создана теория, теория подтверждена, найдены способы. Зачем? Вот, вопрос очень хороший. Я просто хочу сказать, что вот затем, чтобы… А зачем вы имели практическую применение? Вообще, зачем? Хорошо. У нас была просто астрономия, в которой мы видели звезды, галактики. Потом возникли радиоастрономы. Выяснили, что на нас приходит огромное количество радиошумов, которые издаются. И мы открыли пульсары, мы открыли квазары. Теперь гамма-астрономия. Оказывается, в мире есть источники чрезвычайно мощного гамма-излучения, которым мы вообще говорили. Строго объяснения эти источникам не найдены. И теперь мы детектируем нейтрино. Мы увидим мир, видим в совершенно ином свете. Нейтрино несет абсолютно новую информацию. В каком мире мы живем? Что это такое вообще вокруг? Энергия в Солнце рождается в центре Солнца, где температура достаточна для термояда. 14,5 градусов, миллионов градусов. Мы получаем свет от Солнца в виде энергии, в виде света. Так вот, тот свет, который там родился, ему надо порядка 40 тысяч лет, чтобы выйти на поверхность. Преодолеть это. Нейтрино выходит за несколько минут и приносит там свежую информацию. То тепло, которое мы сейчас получаем от Солнца, родилось 40 тысяч лет тому назад в центре. А сейчас оно может в центре... По-другому мы можем наблюдать в онлайне, в прямом эфире, как я еще хотите сказать, что происходит в центре Солнца. Для чего надо нейтрино? Да вы что? Это новейший инструмент познания мира. И галевый эксперимент обладает уникальной возможностью проверить свойства прихода нейтрино-стерильного состояния. И сейчас Галли передан Академии. Передан Академия. Безусловно, она не является собственной Академией, она является государственной собственностью. Но мы вольны его использовать в полной мере. Сейчас идет соревнование. Но когда возникает вопрос, ряд из объединений имеют возможность сделать выдающееся открытие, то начинается резкая конфронтация и начинается конкуренция. Кто первый сделает? Конечно, это бы придало фундаментальной науке в нашей стране, если нам удалось бы это показать. Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы Баксанская нейтрино-обсерватора получила возможность это сделать. Для этого все практически у нас готово. Не хватает двух простых вещей. Не хватает источника. Источника нейтрино, искусственный источник, для которого нужно обогатить 50-й изотоп хрома, которого в природе всего около 5%, надо его сделать образец, которым 97% было бы его. Это дорогое удовольствие. Это размером миллиона долларов. Но это чистейший изотоп, который может дальше служить источником нейтрина многократно. И это может сделать только Россия. И второе, это надо облучить в атомном реакторе очень мощным потоком нейтроном, чтобы нейтроны насытили этот хром, и он потом распадался, выбрасывал нейтрино. И Россия обладает таким реактором. То есть облучение очень дорогое. Эту пару миллионов долларов. Но эта задача настолько стоит, это настолько престижно, особенно сейчас, когда мы уже все почувствовали, что потепление к фундаментальной науке наступает. Сейчас обсуждаются богатейшие проекты, очень дорогостоящие, обсуждаются вживую, как реальные. И, конечно, будут строиться дальнейшие нейтриные телескопы. И сейчас очень много русских ученых работает за границей. Но это для страны, это очень полезно. Но страны это крайне недостаточно. Здесь должно развиваться свое сообщество, которое на равных могло бы участвовать во всех международных проектах. Существует теория, если физики соберутся на одном квадратном километре физики всей Земли, это и будет той самой точкой опоры, которая изменит мир. И если мы поймем, что происходит вокруг нас, мы поймем, кто мы такие. Сегодня гостем в нашей студии был Владимир Николаевич Гаврин, российский физик, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий лабораторией Галли Германиева нейтринного телескопа Баксанской нейтринной обсерватории. Спасибо. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова